МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ровно год назад, в первых числах марта, в России был зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом. Пандемия разыграла эпидемия, началась в середине марта, а пик ее пришелся на первую половину мая. Одним из сложных участков борьбы с пандемией у нас в республике был Дербент. Именно в Дербентскую больницу свозили все сложные случаи со всего Южного Дагестана. Коронавирус, вакцинация, все вопросы, связанные с этим, мы будем обсуждать сегодня в программе «Здоровье». Я, Бориат Убрынская, приветствую вас всех. Здравствуйте. Представляю вам моего сегодняшнего собеседника, нашего гостя в студии. Это автор более ста научных работ, член Ассоциации российской травматологов и ортопедов, главный врач Дербентской ЦГБ Абдулкафар Абдуллаевич Шахмагомедов. Здравствуйте. Абдулкафар Абдуллаевич, на самом деле, даже вспоминать это тяжело. Тяжело это вспоминать всем, и я думаю, что вашим коллегам, главврачам и вашим коллегам, вашим подчиненным особенно. Но тем не менее, все-таки давайте вспомним о том, как все начиналось, как начинались эти тяжелые дни. Насколько сложно было вообще, вот с самого начала, если говорить, пока не было зарегистрированных случаев в Дербенте, а первый у вас был уже в первых числах апреля, насколько я помню. Насколько было сложно медикам достучаться до населения, когда призывали к ограничениям, когда говорили о том, что эта угроза на самом деле серьезная, она реально существует? Да, очень быстро этот год пролетел. В прошлом году, в это время, мы как раз проводили тренинги, учения с условными пациентами, и были все в ожидании. Но реальности оказались... Гораздо более тяжелыми. Да, гораздо более тяжелыми, чем мы даже и ожидали. Да, действительно, мы предполагали, что это тяжелое заболевание. В Китае происходили события. Уже были случаи заражения в соседних государствах, в Иране, в Азербайджане. И, в принципе, мы всегда думали, что проблемы начнутся с южной границы. То есть со стороны Ирана, и как раз-таки настороженность была в этом плане. И вспоминать про это действительно тяжело. Потому что я прекрасно понимаю людей, которые пережили войну, и всегда тяжело про эту войну вспоминать, потому что вновь это начинаешь переживать. Это действительно была война, война с невидимым врагом, война с этим вирусом. Война с вирусом, о котором мы мало имели представления. Не только мы. Первый пациент в Деребент поступил 6 апреля. И мы об этом сразу же в прямом эфире в Инстаграме объявили. И вот с этого у нас вот началось постепенно поступление пациентов. Конечно, мы проводили сразу же информационную работу среди населения. Рассказывали про санэпидрежим, про профилактические мероприятия. Но могу вам сказать откровенно, что никто практически этому не верил. Не верил в коварность этого заболевания. Не верил в предстоящую массовость этого заболевания. И мы даже медики не в полной мере это себе представляли. Как вы считаете, почему было такое вот на самом деле противодействие? Очень сложно было достучаться до людей медицинским работникам. Это было видно не только в Инстаграме, во всех соцсетях. Все комментарии касались того, что вот вы придумали какую-то историю, чтобы угнетать народ, вот сколько можно обманывать, очередное отмывание денег и все остальное. Все это было вот буквально во всех соцсетях и в самой популярной в Дагестане, в Инстаграме. Ну на самом деле однозначно на этот вопрос ответить мне очень сложно. Я все-таки врач, представитель гуманитарной профессии. Но вероятно в таком обозримом прошлом таких эпидемий действительно не было. И людям всегда хочется верить в светлое будущее. Но, как я и говорил, реально оказались очень суровыми. И вот как вы сказали, достучаться до населения было крайне сложно. Но тем не менее мы свою работу уже начали проводить. Ваш город и ваша больница столкнулись с таким... Правда, это произошло не сразу, но тем не менее люди были в шоке. И паника, она была, надо признать, и среди ваших коллег, а паника была и среди людей, пациентов. Потому что непонятно было, что будет дальше. Страшные последствия этого заболевания, они вот на глазах у всех они были. И вот я хочу сказать о другой стороне. О светлое, о том, как люди проявляли себя, о том, как звонили в больницу, привозили продукты, спрашивали, что нужно сделать, о том, сколько людей пошло навстречу в плане поддержки. Это на самом деле удивительное такое явление было. Ну, действительно, эта помощь на начальном этапе требовалась нам. Как я уже сказал, эта проблема, в которой якобы мы готовились, но она оказалась в реальности достаточно более массовой. Она приобретала массовый характер. Мы на начальном этапе развернули два инфекционных госпиталя. Это в общей сложности где-то было около 50-60 коек, которых в дальнейшем по нарастающей начало увеличиваться количество пациентов. Количество пациентов, которые поступали. К нам начали возвращаться люди, которые временно проживали за пределами Дагестана, за пределами Еребента. Возвращались студенты, обучающиеся, за границей люди возвращались. И вот это тогда приобрело массовый характер. И действительно, началась паника. К сожалению, они возвращались, многие больные. Крайне непросто было очень организовать эту работу в начальных этапах. Потому что нужно было организовать работу именно в госпиталях. Практически в первые месяцы медицинские работники там жили. Мы отдыхали, работали посменно. И там же проживали. Мы организовали общежитие непосредственно в госпиталях. Что касается средств индивидуальной защиты, учитывая, что это массовый характер средств индивидуальной защиты, лекарственных препаратов и всего другого необходимого, на первоначальном этапе, учитывая массовый характер, конечно же, мы нуждались в помощи. Эту помощь действительно, вы правы, Барьят, нам оказывали. Оказывали всем абсолютно. И лекарственными средствами, и продуктами питания, и оборудованием. Нельзя здесь не вспомнить и руководство города Дербента. Это Хизри Абакаров, его друзья, сенатор Таистана, в своем обществе Керимов, которые массированно начали оказывать помощь непосредственно лекарственным, средствам и оборудованием. Но и не только это. Моральная поддержка тоже имела колоссальное значение, потому что сказали, мы вас одних не оставим, мы вас будем поддерживать. Естественно, были подключены, само собой разумеется, государственные структуры, которые также над этим работали. Но мест на первоначальном этапе действительно катастрофически не хватало, и мы начали разворачивать госпитали. Мы развернули в Дербенте четыре госпиталя. Дело в том, что приходилось закрывать временно плановую помощь, и действительно это было так сделано. Мы развернули в общей сложности четыре госпиталя на 289 коек. Это уже было в апреле месяце. И все равно мест не хватало. В огнях, в дагестанских, в соседнем городе, также была закрыта больница. Всех пациентов плановую, но параллельно с этим никто не отменял заболевания, которые, кроме коронавируса, возникают у людей. Это экстренная плановая помощь. Те же хирургические операции. Да, хирургические операции. И поэтому вся эта помощь тоже была переведена в Дербентскую центральную городскую больницу. Разворачивались госпитали в Дербентском районе, в Дагестанских огнях и в различных районах Южного территориального округа. Это без малого 12 районов. Но самые тяжелые пациенты, конечно же, были ориентированы по маршрутизации, вот касаясь Южного территориального округа в Дербент. Не хватало специалистов. Мы практически на ходу, как бы на марше, как говорят военные, обучали специалистов. Это и медицинские сестры, врачи других специальностей, особенно реаниматологов, которых также не хватало, потому что они были рассчитаны на определенное количество коек, на определенное количество средств, а здесь они требовались. Абдук Афарабдулайч, о том, как обучались люди в таком режиме, когда они нужны были на своих рабочих местах, а приходилось отрывать их на обучение, каким образом это было организовано. Мы продолжаем наш эфир. 3 марта мы работаем в прямом эфире, 69-44-72, телефон прямого эфира прежний. Подключайтесь. Коронавирус, вакцинация – это то, что мы обсуждаем с главным врачом Дербентской городской больницы, Абдук Афарабдулайчем Шихмагомедовым. Мы остановились, Абдук Афарабдулайч, на обучении. Каким образом вы нашли возможность отрывать людей, посылать их куда-то? Или это было онлайн обучение? Значит, ну, во-первых, мы… Давайте выточним, что это разговор идет об обучении, работы именно с коронавирусными пациентами, потому что специфика совершенно другая, кроме каких-то общих правил, что это особо опасная инфекция, там работа с особо опасной инфекцией, но вот подходы там совершенно другие. На самом деле, об этих подходах в начальном этапе мы, как бы скажем, не только мы, и во всем мире представление имели о сущности этого заболевания. И к нам поступали рекомендации постепенно из регионов, где это уже, значит, как бы инфекцию уже начинали лечить. Это Москва и другие регионы, где в это время уже коронавирус бушевал. Соответственно, мы пользовались теми рекомендациями, которые нам направляют Смидздрава России, Смидздрава Дагестана. Значит, в этом плане учебно-методическая работа была налажена. К нам приезжали также специалисты из различных регионов, направленные Минздравом начали приезжать. Это была Москва и специалисты из Дагестана. То есть вот эти второе, мы, значит, начали обучать сестер. Это, в первую очередь, персонал, который работал не только в стационарах, но и в амбулаторной службе. Их приходилось переобучать, показывать им навыки работы в реанимационных, потому что это в основном тяжелые были пациенты, которым приходилось оказывать, обучать их на работе техники, обучать их с аппаратами. Кроме того, приходилось также обучать врачей, которые также работали в поликлинической службе, потому что, как я уже сказал, не хватало. На первоначальном этапе мы практически в каждой бригаде ставили лидерами, там были реаниматологи, которые, в принципе, как бы, скажем, курировали эту работу, непосредственно участвовали в этой работе. И, значит, вот таким образом проводилось обучение. Через две недели эти группы менялись. Вот такая тогда была установка. И, соответственно, вот к этим, до пересмена, мы готовили следующую группу. Мы брали добровольцев. Надо здесь отметить, вот, энтузиазм, героизм, как угодно можно это называть, но на самом деле это люди были, которые не знали это заболевание, знали, что это очень достаточно опасное заболевание, но, тем не менее, медики, вот, которые работали в госпиталях, дербента, могу сказать, со стопроцентной уверенностью, это были все добровольцы. Ни одного человека мы по приказу не отправляли. И довольно большой процент был переболевших практически в этих больницах. Как обстояли дела у вас? Совершенно верно, да. Достаточно много сотрудников переболело. И даже сейчас мы постфактум, когда проводим исследование, мы подавляющее большинство сотрудников больницы исследовали. Это где-то в районе 65-70% сотрудников переболело. Но ведь мы с вами уже знаем, как ведет себя это заболевание. Большинство переболели легко, большинство. Но малая часть пациентов, вернее, сотрудников, также перенесла это заболевание в тяжелой форме. Как была организована работа с вашими коллегами с больниц Юждага, с районов? Потому что я помню, что МЧС, не МЧС, а санавиации, самолеты, в какой-то период уже началась организация работы, привозили сюда, в Махачкалу, пациентов. Но все-таки много тяжелых пациентов было и у вас. Достаточно много тяжелых пациентов было. Как я уже сказал, к нам приезжали специалисты из Минздрава России, из Минздрава Республики Дагестан. Был создан в Махачкале ситуационный центр. По согласовательным ситуационным центрам мы наиболее тяжелых пациентов также переводили из Дербента. Была налажена уже к концу апреля, наверное, была налажена уже определенная система лечения этих пациентов. Мы и другие специалисты начали понимать суть этого заболевания. И, в общем-то, была налажена система маршрутизации этих пациентов. Здесь стоило бы сказать так же, мы лечили пациентов не только с Дербента, а большое количество пациентов начало накапливаться на границе с Азербайджанами. Это тоже нужно отметить. И эти пациенты, иностранцы, также у нас проходили лечение. Вот я сейчас точную цифру не помню, но больше 50 пациентов у нас, граждан Азербайджана, также проходило лечение. И большая часть у них была достаточно тяжелых форм. И вот эти вопросы тоже были налажены. В городе Дербенте, это также было где-то к концу апреля, к началу мая мы уже наладили систему лечения этих пациентов. Мы их начали дифференцировать на тяжелых и легких. В дальнейшем были также нам поступили аналогичные методические рекомендации. На сегодняшний день уже десятые вышли, да? Да. И по тем рекомендациям мы также организовали, учитывая, что часть этих пациентов можно было лечить амбулаторно. Амбулаторная служба тоже начала работать по лечению пациентов, не только по диагностике. В одной из поликликок города была организована красная зона. Что это такое? Дело в том, что была договоренность со скорой, учитывая, что количество пациентов было колоссальное количество, и, как вы правильно сказали, была паника среди населения, но показаний для госпитализации для всех пациентов не было необходимости. Абсолютно не было необходимости. Поэтому легких пациентов мы лечили амбулаторно с выдачей всех препаратов, необходимых для лечения этого заболевания. И в эту красную зону также привозила скорая помощь. Если у пациентов необходимо было госпитализировать, их уже отвозили в госпиталь для лечения тяжелых пациентов. Кроме того, по городу у нас была налажена информационная работа. Разъезжали в автомобиле. Были стенды специальные, где мы, как бы скажем, информировали наследие, как себя вести, если у них появляются симптомы ковида. Абдулка Фарабилович, кроме отсутствия паники и наличия рекомендаций, понимания того, как бороться с этим заболеванием, вот как бы вы охарактеризовали разницу между тем, что было год назад, и сегодня в ситуации в самой Дербенте. Ну, она кардинально отличается. Потому что мы знаем, как это заболевание лечить, во-первых. Во-вторых, у нас появилась вакцина. Мы сейчас совершенно спокойно, мы на этом вопросе, может быть, чуть позже остановимся подробно. Мы знаем, как лечить эти заболевания. Количество пациентов значительно меньше. Самое главное, количество тяжелых пациентов меньше. Сейчас практически во многих районах Южного территориального округа закрыты ковидные койки, и они практически, пациенты, поступают к нам. У нас есть госпиталь, многофункциональный госпиталь, который... Минобороны. Минобороны нам построил, подарил Минобороны. За это я от лица жителей Дербента и Южного территориального округа выражаю благодарность Министерству обороны, руководству нашей страны. Это такое уникальное учреждение, где мы можем лечить этих пациентов, обследовать этих пациентов. И они получают достаточно высококвалифицированную помощь. Скажите, ну, я смотрю в соцсетях, периодически возникает вопрос. Это полуторамиллиардная помощь господина Керимова. Как сейчас задействовано это оборудование? И насколько оно вообще изменило структуру здравоохранения? Потому что деньги огромные. Действительно, это была очень большая помощь. Большая очень была помощь. Я это, в принципе, как бы скажем, я сам видел. Нет, наверное, ни одной больницы, которая не получила эту помощь. Потому что эта помощь практически, значит, я видел, как эта помощь распределялась. Лично. Видел. Достаточно много оборудования поступило в Дербент. Благодаря этой помощи, значит, многие у нас подразделения были оснащены. Это были, еще раз повторяю, не только лекарственные средства и СИЗы. Это колоссальное количество было оборудований суперсовременных, что стоит только КТ-аппарат, который к нам дополнительно поступил. это различные стойки, это, значит, оборудование для обследования легких, это бронхоскопы, это другое оборудование, при помощи которых мы, в принципе, оснастились и могли. Это аппараты УЗИ, это кардиографы. Это я могу перечислять и перечислять, за что мы очень признательны. Вопрос, что оборудование это, оно экстракласса было. Как обучали ваших сотрудников, чтобы они работали на этих аппаратах? Потому что там и квалификация нужна соответствующая. Значит, экспертного класса. Но мы, в принципе, у нас многопрофильная больница, мы готовы были, у нас же многопрофильная больница, мы и ВМП выполняем. В принципе, для работы на этих учреждениях, на этих аппаратах у нас специалисты были. Кроме того, вот я могу вам подчеркнуть, еще в мае месяце мы также группу специалистов отправляли дополнительно на обучение, в том числе военно-медицинскую академию, тоже научное обучение. Они там проходили у нас цикл обучения и приезжали. Но для работы на этом оборудовании у нас были специалисты. Вот, и мы достаточно быстро освоили. Единственное, количество этих специалистов увеличилось. Вот. в этом плане и мы, вот, вы тоже задали правильный вопрос с моей точки зрения, как мы сейчас это используем. Достаточно успешно используем. Ведь то оборудование, которое поступило, сейчас количество ковидных пациентов уменьшилось, мы их используем, это оборудование, для лечения пациентов плановых. То есть в мирной жизни. В мирной жизни. Вот, если я буду вам перечислять, значит, любое подраздение, каждое подраздение, многопрофильный пациент, больница, оно получило оборудование в этом плане. мне бы хотелось услышать ваше мнение как специалиста по поводу масок. Потому что пандемия идет на спад, все больше и больше ограничений уходит в прошлое, но фактически маски мы носим все меньше и меньше. Но они ведь не отменены. Масочный режим никуда не делается. Официально он не отменен. Но вот ваше мнение, насколько оно вообще необходимо, насколько оно защищает? Ну, понятно, мы с вами сидим здесь без масок, мы оба вакцинированы. Так. Звонок в студию, секундочку. Сначала зритель, потом мой вопрос. Говорите, мы вас слушаем. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые студии. Ваш вопрос? Вопрос у меня прямой. Почему нельзя принудительно всех людей, если я, например, согласен на вакцинацию, вакцинацию? Это значит, я сам за себя отвечаю? То есть, никто не виноват? Я сам согласился с вакцинацией. А почему, как в советское время, нельзя было принудительно всех вакцинировать? вакцинацией. Спасибо за вопрос, конечно. Я не представляю, как вы ответите, но вам придется. Но вакцинация это сугубо добровольная процедура, сугубо добровольная подчеркиваю. на сегодняшний день. И на сегодняшний день сугубо добровольная единственное, что мы можем, что мы можем, это методом убеждения показывать людям, в том числе и на собственном примере, это делать. Я вам могу сказать, это результативно. За две недели в Деребенте мы вакцинировали 648 человек вакциной гам-ковид. И достаточно успешно многие из них, часть из них вернее, прошли уже повторную вакцинацию, которая проходила 3 недели и больше. Поэтому это возможно. Мы можем это только методом убеждения. Что касается в Советском Союзе, я тоже сомневаюсь, что эта процедура была такая принудительная. На самом деле мы должны показывать личный пример и убеждением. Надо рассказывать людям. Еще один вопрос, говорит режиссер, который наш замечательный телезритель задал уже после того, как связь сорвалась. Это почему люди не доверяют вакцине некоторые? Ну, не некоторые, многие. Ну, мне кажется, что вакцине не доверяют по причине того, что есть у людей очень много таких, может быть, ложных убеждений. Есть достаточно много информации, которая отпугивает людей. в современном мире от этой вакцинации. И наша с вами задача, вот в том числе телезрителя, спасибо вам большое за этот вопрос, переубеждать людей, что веками вакцинации спасали человечество не только не только от коронавируса, вот в настоящее время речь идет, а от эпидемий. Поэтому нам больше, наверное, нужно, нам, медикам, в первую очередь, нужно больше пропагандировать, рассказывать людям. Вероятно, может быть, в определенной степени это, как бы, скажем, недостаток информации у населения о возможностях вакцинации. Может быть, это самое главное. Давайте все-таки напомним нашим зрителям основные, вот, как это правильно сказать, основные моменты информационные в плане коронавируса и вакцинации. Например, кому обязательно надо делать тест на коронавирус? Когда это необходимо сделать? Тест на коронавирус, смотрите, я, во-первых, по показаниям скажу, противопоказаниями к проведению вакцинации являются это обострение респираторных заболеваний и каких-то тяжелых аллергических реакций, которые, значит, могут быть у людей. Вакцина достаточно легко переносится людьми. Вакцина, в первую очередь, показана людям с хроническими заболеваниями. В первую очередь, почему? Потому что вот этот вирус, он сам по себе достаточно тяжело протекает заболевания людей с хроническими заболеваниями вне обострения. Значит, всем людям от 18 лет в принципе есть возможность вакцинироваться. С учетом, для того, чтобы вакцинироваться, значит, нужно показаться врачу. Если у вас какие-то будут противопоказания к этому, врач вас вакцинать не будет, а отправит на обследование. Если вот вне рамок вакцинации говорить о подозрениях на коронавирус, когда необходимо сдать тест? При любом подозрении на коронавирус. А вот когда это может быть подозрение? Потому что это может быть контакт в течение какого-то времени или симптомы специфичные для коронавируса. Что это должно быть? Это могут быть симптомы специфичные для коронавируса, которые уже всем известны. Это есть человек температуре, это сухой кашель, боли в грудной клетке, ну и другие ощущения, из-за которых пациент может обратиться к врачу. И соответственно требуется здесь обследование специфическое. Есть сейчас тесты, которые мы... Есть даже экспресс-тесты. Да, экспресс-тесты, которые мы проводим. ПЦР-диагностика. И только лишь после этого надо в данном случае проводить вакцинацию. Мы продолжаем наш эфир, напоминая вакцинации, коронавирус, годовщина, начало эпидемии в России. Наша сегодняшняя тема. Обсуждаем мы ее с руководителем Дербенской городской больницы Шехмагомедовым Абдулкафар Абдуллаевичем. Абдулкафар Абдуллаевич, мы остановились на возможности амбулаторного лечения. За счет чего это стало возможным и насколько на самом деле обеспечено лекарствами поликлиника и каким образом вообще медицинские работники общаются получается с заразными пациентами, потому что они же должны раздавать лекарства пациентам на дому. Это отработаны алгоритмы. Секундочку, можно на ответ на вопрос после звонка в эфир? У нас приоритеты, извините. Говорите, мы вас слушаем. Здравствуйте. Добрый вечер. Откуда вы дозвонились? Можно узнать? Это Дербен. Здорово. Ваш вопрос? Не только вопрос, а я хочу выразить большое спасибо руководству этой больницы, всем врачам, медсестрам, можно сказать, меня вытащили из того света. Огромное спасибо. Да, Аллах вам здорово. И я советую просто, чтобы прививались в дальнейшем, чтобы вот этого ужаса больше не испытали мы. Спасибо большое. Вам здоровья, здоровья вашим близким. Итак, амбулаторные пациенты. Амбулаторные пациенты, это в соответствии рекомендациями девятыми, десятыми, рекомендациями, которые уже вышли, это те пациенты, это первая, вторая степень ковида. Но там есть еще, могут быть стационарные пациенты и второй группы, там есть такая симптоматика, но в основном это первая, вторая. Соответственно, эти пациенты получают лечение на дому. Вот вы совершенно задали правильный вопрос, каким образом контактирует с ними персонал. персонал. Персонал с ними контактирует при первой диагностике в СИЗах. Естественно, они обследуются, у них берут анализы, им проводятся рентгенологические исследования, КТ-исследования и так далее, там подобное. Мозги берутся на ПЦР, и они амбулаторное лечение проходят на дому. Как происходит процесс лечения? Выдается им бесплатное лекарство, соответственно, был отработан алгоритм передачи лекарственных средств, чтобы контакта не было. Участковый врач или медицинская сестра приходят, на дверную ручку вешают пакет с лекарствами, там внутри имеются рекомендации, как их применить. В дальнейшем пациент забирает этот пакет и с ним созваниваются и по телефону проводится лечение пациента. проводится пульсоксиметрия, термометрия и так далее и подобное по согласованию под контролем медиков уже на телефонной связи. При необходимости пациент доставляется в больницу. Если его состояние ухудшается, бригада скорой помощи в специальных связях. Так что контакт прямой между медицинскими работниками и пациентом не исключен. У нас звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Здравствуйте. Алло, добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Хотела вопрос такой задать. Я болела в апреле месяце... Алло. Да-да, мы вас слушаем. В апреле месяце я болела вирусом. И? И вот до сих пор у меня температура 37,1 37 температура поднимается. Это единственное, что вас беспокоит? Да-да-да. Периодически поднимается. Спасибо за обращение. Вам здоровья. Как вы прокомментируете ситуацию? Тут вам обязательно нужно, если вы в Дербенте проживаете, то есть такая поликлиника на улице Пушкина, если вы в Дербенте. Обращайтесь, пожалуйста, там у нас красная зона работает до сих пор. С температурой пациентов там принимают ежедневно. Значит, если вам как бы вы не можете по тем или иным причинам пройти в поликлинику, то позвоните, пожалуйста, в колл-центр, который также у нас указан в инстаграме. И вам в колл-центре расскажут по алгоритмам действий, которые вы должны будете проводить. Но насколько это в пределах нормы? Субфеврильная температура 37, 37,2. На это жалуются подавляющее большинство людей, которые перенесли коронавирус. Надо обследовать. Надо смотреть. То есть в любом случае это ненормально, считаете? Это ненормально, абсолютно ненормально. Дело в том, что люди, перенесшие коронавирус, даже уже после полгода, даже уже больше, даже год, уже есть люди, которые переболели. Они страдают различными заболеваниями. Это сердечно-сосудистая система, это дыхательная система, ряд других проблем, это сахарный диабет, Поэтому здесь нужно вас просто посмотреть и обследовать, чем связана субфеврильная температура. И так все-таки по поводу масок? Ну, маски нужно носить. Дело в том, что в общественных местах, в местах скопления людей нужно обязательно маски носить. Тут даже вопросов нет. Социальную дистанцию нужно соблюдать обязательно. Меры профилактики, обработка рук, ну и так далее, меры гиены, это все нужно обязательно соблюдать. Дело в том, что вот я только, нам только кажется, что заболевание отступило, что у нас появилась вакцина. Да, масса благоприятных факторов, но мы не должны забывать, что обострение, значит, весенний-осенний период вот этих заболеваний, в том числе вирусных, оно неизбежно. Не пугайте, да неужели опять будет увеличение? Я вас ни в коем случае не пугаю. Я наоборот хочу, чтобы вы не болели и очень желаю, чтобы вы были здоровы, поэтому здесь нужно это профилактические меры соблюдать. По поводу вакцинации, насколько быстро эта работа идет, в Дербенте, потому что, ну, нарекания и со стороны руководства, и со стороны населения, с одной стороны, очень сложно уговорить людей, если говорить там о реакции в сетях, о реакции в обществе, а с другой стороны, звучит обвинение в адрес медиков, что вот не уговорили, что там даже 2% населения нет привитого. Ну, вот, ваши комментарии по поводу этой ситуации. Ну, мы составили недели 3 назад или 4, мы составили план мероприятий, который мы должны проводить по вакцинации, потому что мы в этом глубоко убеждены, что вакцинацию нужно проводить, и, соответственно, мы начали с того, что мы на собственном примере начали показывать, что вакцинация необходима. Дальше, значит, информационная работа. Как я сказал, люди не просто не хотят, они не виноваты в том, что они не хотят, они просто не имеют информацию, у нас скудная информация была по поводу того, что вот, необходимости вакцинации. Вот это основная была причина того, что население отказывается, и мы в этом все больше и больше убеждаемся. Поэтому в Дербенте вот последние 3 недели мы активно достаточно наладили информационную работу. Каким образом она проводилась? Ну, вы знаете, Бориат, наши такие оригинальные стенды, которые мы организовывали, баннеры, которые находятся в городе. Спасибо огромное, опять же, вот, людям, которые нам помогли, в том числе администрации города, меценатам, которые помогли нам эти баннеры там установить. Но я могу вам сказать, автором этих значит, баннеров была вот, Бориат Убрынская, вот, и совместно, соответственно, мы смотрели. Ну, вы извините, что я вас упоминаю в этом плане. Вот, и на самом деле это такая в хорошем смысле реклама. Реклама вообще плохой не бывает, но в данном случае она очень хорошая. Кроме того, автомобили, значит, разъезжали по городу и в аудиорежиме рассказывали людям о необходимости вакцинации. Стенды информационные мы показывали в Инстаграме и так далее, и там подобное. И нам удалось убедить население. Могу вам сказать, сейчас в Дербенте полным ходом идет вакцина. Все дозы вакцин, которые к нам поступили, мы реализовали под ноль. А не будет ли другого, что не будет вакцины? Завтра будут вакцины. Завтра или поздавтра к нам поступят вакцины. Минздрав нам эти вакцины исправно поставляет. И буквально сегодня мы общались, мы написали о дополнительном поступлении вакцин. Мы вакцинировались вот на данный момент 648 человек вакцинами ГАМ-КОВИД. То есть это все-таки больше 4%. Это уже хорошо. Да, но из них учтите, что это благодаря личному примеру медицинских работников. Вот эти 648 составляют 256 медиков. Это чуть больше 40%. Поэтому на личном примере показан, есть еще медики нуждающиеся, и мы дальше будем вакцинировать. Почему? Это группа риска. Это группа риска. Дело в том, что достаточно много людей, которые контактуют. И кроме того, мы моральное право не имеем говорить другим, если сами этого не делаем. Поэтому вот такая работа проводится. И сейчас у нас идет поток этих людей, которые хотят вакцинироваться в Дербенте. И мне кажется, вот человек, который говорил о применительной вакцинации, наверное, тоже из Дербента. Он убежден в том, что вакцинацию нужно проводить. Обратная сторона вакцинации. Насколько часто, если они есть, регистрируются осложнения после вакцинации? Вы знаете, вот слава Богу, у нас не было ни одного осложнения. Ну, что может быть после вакцинации? Вот достаточно, как бы я наблюдал, но лично у меня не было неких симптомов. Вот. А вообще, вот когда вот наблюдаешь за людьми, которые вакцинировались, день-два может быть субъявленная температура. Что такое СОИ? Это 37, 37,5 температура. Да, у меня один день было 37, 37,5. Какое-то, может быть, легкое недомогание. Вот. Такое тоже отмечали не все, а часть пациентов. И потом все это проходит. Через три недели делается анализ крови на наличие антител, повторная вакцинация, так называли вакцинация. И, соответственно, у вас уже появляются антитела. Много вопросов по поводу того, что вот, когда начиналась только вакцинация, всех подряд отправляли обязательно на анализ на антитела. А сейчас этого не делается по рекомендациям Мездрава. Это уже не является официально обязательной процедурой. Абсолютно не является. Могу вам сказать, уважаемые друзья, что это абсолютно не является. необходимости проводить тестирование и так далее нет. Единственное, нужно даже людям переболевшим. Если прошло три и более месяца после заболевания, вы имеете, не дай бог, шанс заболеть повторно. И поэтому тут необходимо вакцинировать через три месяца. Дело в том, что вот этот естественный иммунитет, который вызывается болезнью этой страшной ковидом, примерно около трех-шести месяцев. Вот такие сейчас предположения предварительные. А искусственный иммунитет, который вырабатывается в результате применения вакцины, это около двух лет. И вот вам, пожалуйста, разница. Кроме того, при вакцинировании вы получаете достаточно стойкий иммунитет, который вам гарантирует, что вы не заболеете этим недугом. Ваша камера, ваши пожелания нашим зрителям. Пожелания. Первое, то, что я уже сказал, я хочу вас призвать к тому, чтобы вы все вакцинировались. Вакцина, она просто необходима. Вакцина, это не просто необходима, это спасение наше. Вакцина, это гарантия того, что мы не заболеем. И если даже сейчас будут появиться вирусы, уже мутировавшие, другие вирусы и так далее, это гарантия того, что мы перенесем это заболевание очень легко. Я призываю вас, чтобы вы все-таки соблюдали с вами педрежим. Это маски, это социальные дистанции, это обезопасовать себя на таких массовых мероприятиях. А из пожеланий я вам всем желаю здоровья. Дай Бог, чтобы все было у вас хорошо. Спасибо большое. Завершая выпуск, меня очень часто обвиняют в агрессивном навязывании, в агрессивной рекламе вакцины. Мне хочется пожелать всем, уважаемые друзья, море информации, в котором мы тонем. Выбирайте источники информации, которым вы можете доверять. Не прислушивайтесь ко всем подряд. Выбирайте авторитеты в этой области. Слушайте, смотрите, сравнивайте. И я очень надеюсь, что вы выберете разумное. И у нас наконец соберется этот коллективный иммунитет. И это ужасное слово коронавирус со всеми его последствиями уйдет в прошлое. Да, наверное, этот вирус останется с нами как сезонное заболевание. Наверное, вакцинация останется с нами. Но вот как выпущенный джинн из бутылки, когда он крушил все вокруг, я хочу пожелать нам всем. Пусть это не повторится. То, что было год назад, это был страшный урок. Всем здоровья! Субтитры создавал DimaTorzok